Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Навальный будто по зеленой улице едет и уже непонятно, может ли кто-то его остановить. Как пишет газета бизнес-новости, в Киров 9 октября на рассмотрение апелляции по делу Киров-Леса оппозиционер не приедет. Правда, причина все-таки уважительная. У него рассмотрение другой жалобы в Мосгорсуде, который назначили раньше. Вообще же, по его словам, чисто теоретически Кировский облсуд и без него может все рассмотреть и решить в один день. Как, собственно, наверное, и весь предыдущий процесс. Инфопресс А газета «Репортер» тем временем развлекается. Как пишет издание, в Твиттере появилась еще одна часть тела кировского предпринимателя Андрея Маури. Теперь борется за популярность наравне с его усами нос предпринимателя. Соответствующий шуточный аккаунт появился недавно в микроблоге, отметив, что нос Андрея Альбертовича ничем не хуже усов. Сам же бизнесмен спокойно отнесся к тому, что происходит с его частями тела в Твиттере. Однако, хочется надеяться, шутники понимают, что некоторым из еще не задействованных все же там будет не место. Солодовников рассказал недавний депутатам историю наглой лыжи, экс-делин директора новоавиатского лыжного комбината Владимира Сосолятина. Тот показывал запуск производства на предприятии ОСБ «Плит» в октябре прошлого года вице-премьеру Аркадию Дворковичу и полпреду президента ППФО Михаилу Бабичу. А на деле, со слов руководителя кировских полицейских, все оказалось не более чем фейком. Кто будет платить теперь по кредитам за оборудование, купленное в Тридорога, возмутился тогда Сергей Александрович, тогда как под комбинат заложена банком Кировская филармония. И как заявился Ладовников, или нам, или нашим детям, такими тнэмпами больше ее не видеть. С другой стороны, на месте филармонии и так уже планируется храм Александра Невского. Может, как раз потому, что его в случае чего тронуть испугаются. Весело, но не всем местами хотелось грустить, констатирует экс-ГФИ Кировской области Роман Береснев в Твиттере. И говорит он это отнюдь не о фильмах Рязанова, а о нынешнем КВНе. И если брать в расчет то, что юмор — это отражение жизни, то в России действительно грустно, и даже не местами. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс